Она никак не могла до конца выбраться из кокона Очень долго просто она мучилась Она могла только ползать, нужно было сразу дать ей умереть Он уже не выживет Это же голова! Я срочно повесила малыша Леви Вытащить свои крылья оттуда, это так Привет, я Энни Мэджик И сегодня, ребята, будет новое видео про моих необычных питомцев, которых мне подарили Это бабочки По прошлому ролику первое знакомство, первая встреча бабочки с другими моими животными Вы можете понять, почему сегодня снова здесь нет моих собак и кошки Потому что это небезопасно для бабочки Кто не видел тот ролик эпичный, обязательно его посмотрите До этого все видео были веселые, счастливые И вот настал тот момент, когда нужно поделиться не очень хорошими вещами, связанными с бабочками Подписывайтесь на мой канал, чтобы никогда не пропускать самые разные ролики о питомцах И я начинаю Сегодня эта малышка умерла, она лежит на моих руках Но, как вы можете видеть, она выглядит довольно странно У нее не расправлены крылышки, как у других бабочек И вот почему Я достаточно долго боролась за ее жизнь, но, к сожалению, я не смогла пересилить природу Когда бабочка собирается родиться, ее кокон изменяется достаточно сильно И это заметно И он в том числе темнеет И вот, когда еще практически все бабочки были в ферме в бабочкарии Я заметила, что куколка Балины стала темнеть И стала вообще какая-то странно Она даже как будто слегка уменьшилась в размерах Я решила посмотреть ее поближе, достала И так как куколки можно немножко трогать, щупать, но не сжимать ни в коем случае Я поняла, что она почему-то очень мягкая такая И с ее кончика даже сочилась какая-то жидкость Так как я не особо разбираюсь в бабочках Ведь это был подарок Я только сейчас начала знакомиться, как-то что-то читать Я решила обратиться к людям, которые в этом все понимают Я записала видео на телефон Из него какая-то жидкость Вот если его... Ну то есть его не сжимали, никак не повреждали Ничего, он вот висел и висел Он очень легкий И как мягкий какой-то Я отправила его в магазин, который занимается бабочками И они мне сразу сказали, что куколка, к сожалению, умерла И бабочка никогда из нее не родится И, скорее всего, она даже там не сформировалась То есть там нет самой бабочки внутри этой куколки Просто так случается Я почитала, и действительно, это довольно распространенная ситуация Что бабочка просто не рождается Бывают случаи, когда куколка уже с самого начала умирает Бывают другие случаи И сейчас я вам расскажу про еще одну свою куколку Но в магазине мне сказали, что могут дать другую болину Раз уж я так хочу, чтобы она родилась И посмотреть, как это будет выглядеть Я согласилась Вот так выглядит первая куколка Я ее сохранила, чтобы вам показать Вы помните, да, она была с шипами Абсолютно другая цвета, когда она только появилась Сейчас она почернела, сморщилась И если ее чуть-чуть сжать, она в ней внутри жидкость Она еще не успела даже высохнуть Я очень хотела посмотреть, как будет вылупляться и рождаться эта бабочка Балина Я видела ее картинки И мне хотелось увидеть ее вживую И так как мне дали новую куколку Я очень обрадовалась Посадила ее в ферму, точно так же, как всех остальных И начала ждать И вот она родилась Но, к сожалению, и такое тоже случается в мире бабочек Не только в фермах, а в принципе в природе Это естественный отбор Она родилась, как я назвала, инвалидом И я пыталась ее спасти Она никак не могла до конца выбраться из кокона Очень долго просто она мучилась, страдала Я не могла это видеть И я подумала, что я попробую ей помочь И попыталась ей как бы подтолкнуть ее И она действительно вылезла из кокона Для меня это было очень радостно Практически слезы покатились по щекам у меня Что я смогла, она вылезла Это не какой-то уникальный случай Это история действительно очень распространенная в мире бабочек Когда бабочки либо рождаются уже с поврежденными крыльями Или без крыльев Или не могут их раскрыть В общем, такие ситуации случаются Одно крылышко у нее вообще отсутствовало А второе крылышко никак не могло раскрыться Если вы помните, мы хотели назвать эту бабочку Коко И Коко действительно какое-то время жила Несколько дней Она не могла летать Это, конечно, выглядело очень печально, грустно Она могла только ползать, передвигаться на лапках Но она, в принципе, в первый день делала это очень активно На второй день уже меньше На третий день она совсем начала ослабеть При том, что я также пыталась соблюдать все условия для нее То есть брызгать ее в течение дня, как остальных бабочек Я кормила ее вместе с остальными сахарным сиропом И она даже кушала Но почему-то она умерла И, скорее всего, мы ничего бы не могли с этим сделать Такова природа Даже, может быть, мы попытались пойти Я попыталась пойти против природы Тем, что я пыталась ее спасти Может быть, нужно было сразу дать ей умереть То есть неизвестно, возможно Она даже мучилась в этом своем состоянии Потому что она не могла летать, как положено бабочке И вынуждена была большую часть времени Просто проводить, сидя на цветке На который я ее посадила Но это еще не все грустные новости о куколках Как вы можете видеть, у меня тут в стаканчике, кроме куколки Коко Есть еще одна засохшая куколка Это куколка парусника Леви Дело в том, что когда я снимала на телефон вот это видео для магазина с Коко Чтобы показать им, я заметила еще на одной из бабочек На спинке трещинку парусника Леви И решила тоже заодно показать Может быть, они скажут, что нужно делать Вот на этом вот трещинка Может, он и не вырастет, блин И они сказали, что, к сожалению, Леви тоже не выживет, не выберется То есть не как у Коко Сама куколка не успела сформироваться, а уже умерла А у Леви бабочка внутри кокона сформировалась Но эта трещинка говорит о том, что бабочка пыталась выбраться Пыталась родиться, но не смогла У нее просто-напросто не хватило сил Природа не дала ей столько сил, чтобы открыть свой вот этот вот плотный кокон и вылезти И это тоже часто встречается в природе Далеко не все бабочки рождаются Вот как выглядит тот яркий зеленый кокон спустя некоторое время Он уже подсох, высох И на серединке у него на вот этом горбике темная полоса Это та самая трещина, через которую он пытался выбраться Даже в инструкциях, везде на сайтах про бабочек пишут, что бабочка может не родиться Поэтому в магазине у них есть такое правило, что они заменяют бабочку И вместе с коком мне дали еще одного парусника Леви И вот он сейчас в этой банке Он последний, кто остался из всех бабочек неродившимся Потому что есть и радостная новость Та самая Калиго Гигантская, жутковатая даже, можно сказать, бабочка-сова Которую мы назвали Соул Родилась, и вы могли все это время наблюдать ее Скоро я вам покажу, как она рождалась Потому что это было необыкновенно И расскажу про нее Покажу ее поближе И вот второй кокон Леви из банки У него сверху расширились вот эти вот места И там явно видно через вот эти прозрачные жилки Что бабочка там сформировалась Точно такие же повреждения на коконе Ранки, царапинки Как будто он пытался его разбить Но никак не мог вылезти И длилось это достаточно долго Вот это его состояние А потом он совсем перестал двигаться Шевелиться Я в этой надежде, что вдруг все-таки Он сможет пробить свой кокон Оставила его висеть Но я понимаю, что он уже не выживет Он потемнел тоже очень сильно И мне кажется, что Стоп Он вот-вот должен был выбраться Это же голова Я срочно повесила малыша Леви на банку Вдруг он все-таки вылезет Я уже не надеялась, не ждала Потому что кокон выглядел так Как будто он и не собирается выходить Я надеюсь, что все с ним будет нормально Ребят, прошло уже достаточно много времени И если бы Леви должен был вылезти уже Он почему-то там замер И не вылазит из кокона своего То есть с ним происходит та же история Что и с предыдущим Леви Он никак не мог выбраться из своего кокона И уже начал темнеть и умирать И сейчас Он шевелит лапками Но мне кажется, он не может просто Вылезти, вытащить свои крылья оттуда Это так, я не могу Я подозревала, что он не выживет, ребят Он не сможет Он пытался выбраться Он даже взломал свой кокон Но он вылез уже тоже с не сформировавшимися крылышками Как Балина И он чуть-чуть пошевелил лапками И все И он умер Почему природа бывает так жестоко с нами И не с нами даже, а с животными К сожалению Балина и Леви погибли И в этом нет ничьей вины В этом обвинить можно только природу Это и есть естественный отбор Слабые умирают Сильные выживают И сейчас у нас осталось 4 бабочки Я искренне не рекомендую чувствительным людям Которые очень быстро привязываются к питомцам Заводить бабочек Потому что срок их жизни Даже тех, кто родился полноценным и бодрым От двух дней до двух недель То есть всего несколько дней Этой невероятной красоты Вы можете пронаблюдать Переходите по ссылочкам на новые ролики На других моих каналах Там ролик есть про чужой дневник Который мы нашли в страшном замке Продолжение про проклятый лес Это действительно очень необычно Невероятно Настолько же, насколько бабочки дома Просто что-то сумасшедшее И увидимся скоро в новых видео Пока, ребят